Всем привет! С вами я Виктория Крокус. Сегодня я приехала из Москвы. Сегодня 28 октября. Я снимаю видео для вас о покупках из московского зоомагазина. Я была в трех зоомагазинах. Это Бетховен, Четыре лапы и Кэтс эндокс. Купила очень много разных лакомств. В основном это, конечно же, были лакомства. Покупала я все то, что у нас нет. Но, конечно, брала не все подряд. Смотрела по составу, что было более-менее хорошее. Кому интересно, вставайте со мной. Приятного просмотра! Все покупки я делала для своих собак. Это шпицы Далматин. В основном, конечно, для шарлоточки, потому что Далматину многого нельзя. Они, кстати, сейчас играют. Сначала вам расскажу о покупках четыре лапы в магазине. Первое, что я купила, это Дели Пэт. Оленина с алюминием из оленины. Это новинка. Здесь 70 грамм. Стоило 149 рублей. Я очень давно такое хотела, но у нас как-то оленины нету в магазинах, в зоомагазинах Ветни. Не знаю, почему. Я конкретно туда ехала. Я знала, что я обязательно куплю либо лосятину, либо оленину. Планировала взять от Ориджин, но там было только для кожи. В составе тут мясо оленины, субпродукты говяжьи второй категории, вторая категория, то есть почки, сердце и тому подобное. Глицерин, краситель натуральный, какой-то рис, антиокиститель. В общем, нормально. Также там такие же были и сканины, идейки, перепелки. Но как-то я не стала брать, потому что лошадок я сама по себе очень люблю. Мне как-то не хочется, чтобы их кушали мои собаки. Какое мясо, похоже на ягненка. Не давала, но я уверена, что моим собакам это понравится. Дальше в четыре лапы я купила Чокодок. Это печенье в белом шоколаде для собак. Это собачий шоколад и собачье печенье. Да, я такое иногда покупаю. Я знаю, что это плохой состав. Но Шарота очень любит шоколад. Вот фиги не любит, а Шарота любит. Здесь вкусно, хрустно, полезно. Но насчет полезно я сомневаюсь. Стоило 36 рублей. Достаточно дорого. Состав можете сами прочесть, если вам интересно. Здесь мука в основном, масло какао и тому подобное. В общем, самое главное, что нет пальмового масла, потому что у Титбит там есть пальмовое масло в шоколаде. Здесь, кстати, нарисована моя любимая порода собак Вильшкорги. И вообще круто просто. Там также было в темном шоколаде. В общем, различные я взяла именно это. Открывать пока не буду, чтобы это не обветривалось, не сохло, не портилось. Думаю, что на картинке вы посмотрите так понятно все. Тоже в четырех лапах. За 147 рублей я купила косточки из индейки. У нас именно таких нет. У нас есть все деревенские лакуства, кроме вот этих. Поэтому я решила взять. Это тоже новинка для мелких пород. Вот 55 грамм тут. Так вот они выглядят. Шарлотта это съедает за 2 минуты. Далматин мой это съела где-то за 10 секунд, наверное. Ей давать не буду, потому что просто так деньги тратит. Не знаю. Она все равно даже не поняла ничего. В составе мяса индейки, сыромятная говяжья кожа, пищевой глицерин, арахисовая мука. Шарлотки можно где-то 3,5 штуки. Естественно, столько не дам. Уже давала. Всем понравилось. Так что всем могу посоветовать. Еще в четырех лапах я купила от Gym Dog Dental Care. Вот такие вот мятные косточки. Я видела такие просто обычные косточки коричневые. Но как-то я их не хотела брать, потому что у нас такие в Уфе продают. Они стоили 147 рублей с мятой. Просто косточки для поощрения. Для дрессировки они, наверное, будут крупноватые. Не знаю, я попробую. Еще не открывала. Но думаю, что Шарлотте понравится. Она любит мяту, потому что можно давать 2-3 штуки. Вот. Но они очень мелкие такие вот. С одной стороны белые, с другой зеленые. Тоже открывать пока не хочу. В составе у нас молоко, продукт растительного происхождения, перечная мята, сухая петрушка, масла. Я взяла, потому что они очень круто выглядят. Такой бульдог классный. Или это не бульдог? Ну, красивая упаковка. Просто очень тут лапки. Дальше в четырех лапах я купила вот такую вот ринговку. Она стоила 143 рубля. Petline. Ринговка с кольцом красной 5 миллиметров. Вообще, ринговка, говорят, должна быть как можно тоньше. Вот. Я уже мерила на шарлоточку. Для чего я ее купила? Вот, кстати, шарлоточки на шее. Для чего я ее купила? Я ее купила для того, чтобы ходить в шарлоты на выставку. У нас в апреле будет выставка. И мы сейчас будем заниматься с ней. Хочу просто получить оценку, какой-то титул. Я просто хочу, чтобы моя собака была как можно лучше. Потому что она у меня очень красивая. У нее очень много шерсти. Для ее возраста, для ее 8,5 месяцев. Она очень пушистая. Также у нее необычный окрас. Разводить я ее не буду. Я это делаю не для того, чтобы ее сводить на вязку. И заработать потом на этом деньги. Просто мне нравятся выставки. Я хочу туда сходить с ней. Я не буду там хендлера для этого просить. То есть мы будем заниматься с хендлером. Но ввести ее буду я сама. Может быть, потом влог как-нибудь с него вообще загадываю, конечно, наперед. Но просто я хочу с ней сходить на выставки, чтобы она у меня зарабатывала какие-то титулы. Да, зачем я ее купила в Москве? Она у нас спокойно продается. Просто мне захотелось как память привезти ринговку из Москвы. Может быть, она нам принесет удачу. Сейчас буду показывать вам покупки из Бетховена. Первая покупка была от Дели Пэт. Курица с яблочным ломтиком. Я хотела взять с сладким картофелем. А, не с картофелем, а с бататом в смысле. Вот. Но случайно взяла с яблочным ломтиком. Шарлата не любит яблоки. Я не знаю, зачем я взяла. Здесь 100 грамм. У нас вообще Дели Пэт редко где можно найти. Как бы в Ветну, куда я обычно хожу, там не завозят Дели Пэт. Я не знаю, почему. Также это гипоаллерген написан. Я не знаю, потому что курица как бы главный аллерген. Вот. Но Шарлата нет аллергии, поэтому я ей спокойно даю. Сегодня одну дала. Она съела. Ей понравилось, в принципе. Это яблочко быстро сгрызается. Курица, она сушеная, поэтому она дольше грызется. В составе только мясо курицы, яблоко и глицерин. Просто дать как погрызть. Хотя это, наверное, все-таки для поощрения. Потому что как бы грызушки, они очень слабые. Потому что они быстро съедаются. Не помню, сколько стоило. По-моему, 150 где-то рублей или 140. Ходила я в Бетховен в Сокольниках. Дальше тоже в Бетховене за 200 рублей я купила путинные гильки. Здесь 100 грамм. Так вот они выглядят. Уже открывала, потому что я давала Далматину. Она съела где-то за 30 секунд, наверное. Ей вообще вот эти погрызушки, они ни о чем. Ей только такие тигбитовские огромные ноги покупать. Вот. Вот такая вот косточка, шарлоточка эта ест где-то, наверное, минут 20. Потому что у нее ротики поменьше и зубки поменьше. Тоже состав достаточно нормальный. Мясо утиных грудок, валовьи и жилы и яичные белорки. Хотела купить какие-то погрызушки. А тигбит как-то не особо хотела брать, потому что у нас все это есть. И купила вот такие. Также в Бетховене купила их лакомство. Написано Бетховен. С таким Далматином. Продокс. Курица и индейка. Такие вот колбасочки. Вообще взяла для Далматино. Но оказалось, что здесь курица и индейка. А у нашего Далматина, вообще у всех Далматинов аллергия на это. Поэтому буду давать шарлотки. Здесь 45 грамм. Стоило 100 рублей. 119 по-моему. В составе у нас мясо, продукты животного происхождения. Минеральные вещества, злаки. Какие-то там витамины и так далее. Вот вы сами можете прочесть все. Как я поняла, это, наверное, они сами делают. То есть для их магазина Бетховен. Потому что больше я нигде такие не видела. Просто колбаски нарезать для дрессуры. Давать поощрение. Также в Бетховене я купила вот такую вот консерву от Базита. Я такие у нас видела для кошек. Может быть, просто не обращала внимания. Не знаю. Это с индейкой кусочки в желе. Такой красивый песик здесь нарисован. И это у нас Швеция производства. Тут 190 грамм. Стоило это, по-моему, 100 рублей. Если я не ошибаюсь. Также там я видела шизир с папайей. Также видела с ананасом. Но не стала брать. Потому что там цена была 200 рублей. Я думаю, что я могу вообще килограмм мяса купить, наверное, своей собаке за эти деньги. Поэтому не стала брать. Взяла такие вот консервы. Тут у нас в составе курица, индейка, свинина, карбонат калия, дрожжи. Палнорационный питание для щенков взрослых собак. Еще не пробовала давать. Говорят, что хорош. Также в Бетховене я еще купила зубочистики для здоровья костей и суставов. У нас такие продаются. Просто я захотела купить там. Тут 7 штук. Они такие беленькие. Я Шарлотте покупала с мятой. Они ей очень нравились. Здесь написано, рекомендовано для щенков. Для собак до 10 килограмм. Здоровые зубы, полезные, крепкие кости. Легко усваивают. Лок молочный, сыворотка, жиры, лактоза. Вот, можете сами прочесть. Это от зубного камня. Вот, кто не любит чистить зубы своим собакам, можно как бы подавать. Я сегодня давала маленькую такую половинку. Вот такая вот косточка белая. Она очень-очень мягкая. Я даже ее могу своими зубами прокусить. Такие штучки лучше хранить, конечно, в зип-пакете в каком-то. Плотно закрывать. Потому что они, когда сохнут, становятся непривлекательными для моей собаки. И она их больше, например, не ест. Вот, поэтому лучше либо сразу давать в течение, например, двух недель. Либо прятать это куда-то, чтобы это не обветрилось. Борются с налетом, с зубным камнем. Здесь такой милый йорк нарисован. Мне так нравятся такие вот йорки, которые с бородой пушистые очень. Как-то в стрижке я не особо люблю. Вот, красивенький тут. Могу всем посоветовать. Для зубов хорошая лакошка. Для желудка, конечно, не очень. Там я купила дирофен пасту от Episane. 10 миллилитров. Это для профилактики глистов. То есть, раз в 3 месяца щенков нужно обрабатывать, чтобы не было глистов. Вот, на всякий случай. Я просто слышала, что многие советуют. Я, конечно, не знаю, вот к чему тут вот эта вот тыква. Нам заводчица говорила, что как бы штука хорошая. Вот, а в составе тыквы не идет. Последняя покупка в Бетховене. Это была вот такая вот игрушка. Влюбленная какая-то котлета. Я не знаю. Вот, я просто 100% знаю. Мне что-то обожает тряпочные игрушки с пищалкой. И также, чтобы были вот такие вот кисточки. Либо на ушах, либо где-нибудь еще. Она просто обожает фирму Lillipet. 219 рублей мне она обошлась. Разноцветные монстры. Вот, такой влюбленный монстрик. Они сегодня с фике даже дрались за эту игрушку. Вот, она им обеим очень понравилась. Очень рада, что я привезла. Хотя, очень долго думала. Там было столько игрушек в Бетховене. Просто огромный выбор. Ну, вот, я остановилась на такой. И сейчас пойдут уже покупки из Cats & Dogs. Первый это от фирмы Malina. Куриные рулетики с бататом. Батат это сладкий картофель, насколько я знаю. Хотела купить от Delipet. Но так как там не было. Я взяла от фирмы Malina. Стоило 140 рублей. 80 грамм. В составе куриное мясо. Батат. Сорбитол. Глицерин. И соль. Соль-то не очень хорошо. Но, ладно. Для здоровья зубов. Этимальный для дрессуры и поощрения. Короче, нормальное лакомство. Я думаю, что это все-таки погрызушка, потому что она такая достаточно жесткая. Еще не открывала. Думаю, что Шарлоте понравится, потому что батат она еще не пробовала. Дальше просто любимое лакомство из Шарлоты и теперь Далматина. Потому что я первый раз сам это купила. Они так это обожают теперь. Это Natural New Zealand. То есть из Новой Зеландии лакомство. Фермерские продукты. Печенка, косуля, отборная. Это сушеная. Сделана в Новой Зеландии. Состав тут просто замечательный. Тут одна печенка просто и все. Она сушеная. Я это даю в основном как поощрение. Также здесь есть большие кусочки. Это уже для Далматин. Например, вот это вот. Это уже поощрение. Она отлично пахнет просто печенкой. Также косуля у меня ни та, ни другая еще пока никогда не ели. Очень это понравится. Вот, в общем, если увидите эти лакомства. Я также видела там уши косули от их фирмы тоже. Обязательно купите. Собакам это нравится. Я купила такую замечательную, необычную вещь. Это японские лакомства. В Cats and Dogs. Это мы на Рублевском шоссе. Там Европарк, по-моему, есть. Покупали там. Там столько много вот этих японских всяких лакомств для собак. Всякие конфетки, гамбургеры собачьи. Какие-то сыры. Там, в общем, куча всего. Я купила сосиски, потому что у них самый нормальный состав. Потому что у тех просто состав не очень. Здесь 7 сосисочек. Фирма DoggyMan. Вот, в общем, как это действует. Вы открываете сосисочку. И там получается внутри вот мясо. В составе тут у нас курица, куриное филе, минералы. Сосиски деликатес. Здесь филе японских курочек. Да. Японская курица деликатес. Написано, что шарлоте можно 6 штук в день. Это что будет, если она вот это все съест? Не знаю. Это много, конечно. Вот. Тут всего 7 штук. Не предназначено до 2 месяцев. В общем, здесь все по-японски написано. Эти они стоили 200 рублей. Но я раскошелилась, чтобы показать вам. И также, чтобы шарлота, конечно, попробовала. Я думаю, вам всем было интересно, наверное, такое посмотреть. Вот такие вот сосиски. Для шарлота купила от Gym Dog тоже. Cats & Dogs за 252 рубля такие вот лакомства. Это подушечки из курицы внутри Покетс. Такие никогда у нас не виделось. Здесь 3 вида подушечек. Темно-коричневые. Просто какие-то, я не знаю, зелено-коричневые и желтые. Эти для зубов. И также для мозга. Здесь тоже для мозга и для суставов. Тут для мозга и красоты шерсти. Что пока не открывала. Я знаю, они там 3 разноцветные. В составе тут у нас мясо, всякие птицы, курицы, масла, супродукты, водоросли, семена, молоко. Для подушечек это нормально. Думаю, буду давать как поощрение. Потому что шарлота просто обожает всякие подушечки у меня. Купила ей целую большую пачку. Тут аж 150 грамм. Она огромная просто. Буду поощрять шарлоточку. Также мои рыбки тоже остались не без подарка. Я им купила такой корм от Tetra. Tetra Min Chips. Здесь 3 в 1. Полноценный корм для всех видов тропических рыб. Желтенькие для здоровья. Красные для энергии. И зеленые для краски. По-моему, как-то так. Либо наврок. Я не помню точно, извините. Все как обычно. Рыба, зерновые культуры, экстракты растительного белка, моллюски, раки, масла, жиры, водоросли. Стоило это 90 рублей. Мои рыбки просто обожают корма от этой фирмы Tetra. Давайте сейчас вместе их покормим новым кормом. Кому интересно, то можете посмотреть. Вот так вот корм выглядит. Просто обычные гружочки. Просто кидаю. И вот мои рыбки едят. Просто давно им ничего не покупала. И вот решила прикупить такие вот вкусняшки им. Они очень любят этот корм от Tetra. Тем более, они еще не пробовали. С моими рыбками все хорошо. Они все живы. Растут мои мальки. Вот. Кушают. Сейчас выглядит мой аквариум на 70 литров. Ну и сейчас последние три покупочки. Это были из Уфы. Это я купила на выставке, которая у нас была, по-моему, 18 октября. Это ассорти с мясом индейки. Индейка и треска. Специально разработанное сушеное лакомство для дрессуры. Кружочки, которыми я дрессирую Шарлотта. Она просто обожает за них дрессироваться. Они очень сильно пахнут рыбой. Покупала их за 100 рублей. Рекомендованы ведущими кинологами. Также для Доматина мы купили намордник. Нет, она не кусается. Мы купили для того, чтобы она не хватало своей подряд земли, потому что она просто очень сильно пылесосит, как и любой другой щенок. Размер М. Нейлон черный обычный намордник. Она его не любит. Она его постоянно снимает. Аж до царапин на своей мордочке. Мне приходится одевать на нее, потому что она все подряд съедает на улице. Стоила 200 рублей от фирмы Трикси. И последней покупкой была рулетка до 60 килограмм от Флекси. Варио. Самые лучшие рулетки, это, конечно, Варио. Намного лучше, чем всякий классик. Если вы хотите хорошую рулетку, то покупайте Флекси Варио. Она просто отличная, замечательная. Это на ленте. Шарлоту всегда на тросе выгуливаю, но для Доматин, так как она у нас очень большая, папе удобнее выгуливать ее на ленте. Вот такая вот рулетка. Она коричневого цвета. Зачем мы взяли до 60 килограмм? Потому что просто папа так захотел, потому что она очень быстро бегает и так далее. Как бы рулетка может вылететь. Поэтому я взял такую большую. Вообще Доматин взрослый весит, наверное, где-то 20 килограмм только. Вот такая вот замечательная рулетка. Она стоила 2,600. Это были все мои покупки. Ставьте лайки, если они вам понравились. Я очень старалась вам многое рассказать подробно. Кто никогда не был в Москве, вообще что ли там видела прикольного. В зоомагазинах мне само безумно было интересно. Но никогда никто не рассказывает своих видео, что вообще интересного там есть, никто не снимает. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Виктория Крокус. Шарлота и Фике. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok